Желтый шлем, а под ним красным слово «Рязань», разделенное на две части «Ряз» и «Ань». Так выглядит новый бренд города, который презентовали в прошедшую пятницу. Зачем этот проект был начат? Почему сегодня для успешного развития любой территории бренд жизненно необходим? Как и в чем он может помочь нашей области? Коллеги, смотрите, есть целый ряд очень тесно связанных между собой вещей. Например, наше неподдельное желание, чтобы Рязанский регион стал лучшим местом для жизни России. Чтобы нашу область узнавали и уважали внутри страны из-за ее пределок. Чтобы к нам росло доверие инвесторов. Чтобы туристы хотели побывать у нас и возвращались к нам вновь и вновь. Чтобы марка, сделанная в Рязани, была абсолютным каталоном качества. Зампред выделил ключевую фразу из исследования разработчиков. Цитата. Рязань – регион гармонии, технологии и природы. Место, где жизнь находится в балансе между драйвом и спокойствием. Конец цитаты. По мнению зампреда, бренд необходим региону для выстраивания деловых контактов. И мне кажется, что наш бренд визуально очень четко подчеркивает всю уникальность нашей территории. Располагает, заставляет сматриваться в детали и даже любоваться оригинальной графикой и цветовым сочетанием. В ходе презентации стало известно, что бренд-платформа, доступная для скачивания, появится на инвестиционном портале Рязанской области в ближайшее время. Пока все желающие могут познакомиться с новым бренд-буком по ссылке. В средствах массовой информации и соцсетях уже появилось множество комментариев, в большей степени крайне негативных. Как о самом бренде, так и о его авторе, скандальном Артемии Лебедеве. У людей на улице новость о новом бренде вызывает скорее недоумение. Вы мне покажите поподробнее, расскажите, что купол золотой, да? И слово Рязань перенесено на Рязань. А до сих пор он не был выбран? Рязань. Даже не могу сказать. Мы затрудняемся, я лично затрудняюсь. Я пока тоже затрудняюсь. Не знаю. Непонятно. Мне непонятно. Мне надо взять и все это посмотреть. А как вы вообще думаете, городу нужен бренд? Ваше мнение просто. Ну, что значит бренд? Что это означает? Символ какой-то, значок, символика, какой-то опознавательный знак. Логотип. Не знаю. Логотип. Сомневаюсь, логотип. Мы всю жизнь без логотипов прожили, поэтому... При въезде в Рязань есть же символ. Да. Он очень красивый. Купола, да, вы имеете в виду? Да, да. Очень красивый. Это, наверное, надо молодежи спрашивать. Им жить. Да. А мы прожили уже... Мне нравится то, что стоит при въезде. С новых слов бренда мы прожили. Свою оценку новому логотипу дал митрополит Рязанский Михайловский Марк, высказавшись в эфире радиопрограммы «Образ». Его мнение категорично. Символы Рязани давно существуют в сознании людей. И то, что мы видим теперь, это их десакрализация. У меня просто разочарование. Это впустую потраченные деньги. Когда люди... Да. Когда люди просто вот так вот... Ну, знаете, всегда проще. Попытаться заниматься каким-то пиаром, чем реально заниматься. Я считаю, что можно было бы эти деньги потратить на... Для того, чтобы лучше убрать наши... Лучше убрать наши улицы. Купить какую-то новую технику. Человек абсолютно чуждый наших духовных традиций. Что он может предложить? А какими символами на сегодняшний день обладает Рязань? Это, конечно, купола. Купола Успенского собора. То есть это символ духовности. Это наша история. Это наша традиция. Или, например, Олег Иванович Рязанский. Это почитаемый наш местный святой человек, который основал не один монастырь, который упокоился, будучи монахом. При этом сам дизайнер Лебеди в своем инстаграм опубликовал скрин превращения слова «Рязань» в «Рвань». Как к этому относиться, неизвестно. На сайте же дизайнера появилось объяснение так называемой «айдентики Рязани». Процитируем. Знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета позаимствовал из флага Рязани. Буквы «Р» и «Я» под шапкой складываются в приветливое лицо князя. В литере «Н» скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным. В набор пиктограмм вошли и официальные символы, и по-человечески душевные рязанские мотивы. Меч, яркий фрагмент древнего герба города, резные деревянные наличники, узнаваемые детали городской архитектуры и красоты окружающей природы. Конец цитаты. Пока что вопросов по новому бренду больше, чем ответов. А это еще широкая общественность не подключалась. Впрочем, мы решили составить свою палитру мнений рязанцев, с которой познакомим вас в ближайшее время. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».